Наш эфир продолжает очередная встреча с Леоном Вайнштейном. Здравствуйте, Леон. Добрый день. Ну что, поговорим немножко о выборах, вернее, о президентской гонке. Говори, ножка, 24 часа не останавливайся. Да, о президентской гонке. Там как некие изменения произошли в рейтингах. В линейке у демократов имеется в виду, да? А что, что? В линейке у демократов. Да, ну, конечно. У республиканцев, на мой взгляд, все понятно. Там пару человек чего-то заикаются по поводу того, что будут баллотироваться. Но как-то все это, на мой взгляд, несерьезно. Ну, не знаю. А вот у демократов там серьезная бойня идет. Причем, мне так кажется, независимо от того, кто вырвется вперед, кто получит номинацию, это принципиально ничего не изменит. Несмотря на то, что опросы общественного мнения показывают, что четыре кандидата демократа, которые вверху находятся, все наголову разобьют Трампа. Ну, собственно, это не новое. Мы с этим сталкивались в 16-м году, когда 98% отдавалось победе Клинтон. Хорошо, заговорился я. Не буду отнимать у вас время. Итак, некие перестановки в рейтингах демократических кандидатов. Вот поразительно то, что вот смотришь на ралли, которое было недавно у Трампа, которое он красиво назвал слоган его избирателей и компаний, сейчас это удержать Америку на той же жиле, на которой она есть. Если в 2015-2016 году он был вернуться обратно к Великой Америке, то сейчас он говорит удержать. То есть очень красиво, очень умно. То есть дает людям понять, что мы уже вышли на тот уровень, на котором надо удерживать, чтобы, не дай бог, его, так сказать, что называется, не понизили опять. Теперь, когда мы смотрим на демократов, которые вот по... даже Фокс устроил этот самый опрос населения. Не значит, что они запрашивали только людей, которые смотрят Фокс. Они общее дело, естественно. И тоже у них получается, что вот четыре кандидата ведущих, начиная от абсолютно, как Трампа называет, спящего Байдена. Кроме спящего, у него есть еще пара других проблем, которые значительно больше, с моей точки зрения, чем сон. И, значит, три еще других, они бьют Трампа. Вот если сегодня, мол, были бы выборы, то, значит, якобы Трамп уже не был бы нашим президентом. Что вызывает абсолютное ошарашивание, потому что еще раз Трамп любую арену на 15, на 20, на 30 тысяч человек набивают легко, да еще люди стоят снаружи, смотрят на огромные эти телевизоры, экраны, часами не попадают туда, стоят под жарой, так сказать, пойдем под чем угодно, аплодируют в восторге и т.д. А когда лидер, лидер, как бы, оппозиции, лидер демократической партии на сегодняшний день, Джо Байден, вице-президентом, имя которого знает вся страна и тому подобное, да, он приходит в зал, который на 100 человек, они его не могут набить, этот зал 100 человек. То есть они, естественно, выстраивают людей в первый ряд, снимают, не пускают корреспондентов туда, снимают своими камерами сзади, так сказать, якобы ряда этих людей и делают вид, что там сзади вообще еще какие-то тысячи есть. На самом деле на одну из его ралли пришлось 70 человек. 70 человек. То есть это тот человек, который по утверждению опросов легко там пунктов на 15, на 20 бьет Трампа. В течение демократов, как мы уже обсуждали, произошли некие изменения, так сказать, кто-куда. Есть некая пятерка, которая заняла лидирующее место, и в ней происходят эти изменения. В этой пятерке это бывший вице-президент Байден, Камала Харрис, мэр маленького городка Бутылджанч, сложное имя к произведению. Я много раз тренировался, по-моему, вроде сейчас произношу правильно его. Потом там этот самый, о господи боже мой, Сережа, спасай. Значит, ну наша Покахонтес, значит, понятно, 4, 5, что-то у меня 5 потерялся. Значит, кто же там пятый в линейке? Забыл. Ну ладно. Я вспомню, обязательно скажу, но я уверен, что вы это знаете. На самом деле, как бы, давайте возьмем. А, господи боже мой, Сандерс, конечно, что это я. Значит, все время Сандерс и Покахонтес, мне очень нравится так ее называть, они, на самом деле, она сенатор от Массачусетса, Элизабет Воррен. Они все время были, что называется, нос к носу, или там, neck to neck, как говорят здесь в Америке. И приблизительно, значит, были где-то на уровне 15-16-17%. Они очень похожи друг на друга. По философии, по подходу к жизни, по социализму, по тому, что надо отобрать у богатых и распределить бедным, немножко оставив себе, естественно. По увеличению роли государства, невероятной, так сказать, по сравнению с ними, Обама является, ну, я бы сказал так, консервативным политиком. Ну, что это означает? Мы знаем, да, это, так сказать, начинают регулировать, значит, экономика должна быть экономной, электрификация плюс, там, химизация равно коммунизму, там, и тому подобное. Вот, значит, эти два человека, они сражались за одну и ту же аудиторию. А, кроме того, в нее же в эту же самую аудиторию, значит, в основном, как бы сказал так, достаточно молодых, там, так сказать, 20-30, может быть, там, начальные 40 лет, воспитанные вузами Соединенных Штатов Америки, прошедшие гарнила, что называется, обработки демократической партии, причем такой ультра-ультралевый, левого крыла демократической партии. Так вот, значит, Камала Харрис набирала, набирала большие обороты, потому что она атаковала Байдена, потому что она интересная, потому что, так сказать, у нее с точки зрения демократов есть большой плюс, у нее темная кожа, она, правда, не из африканских, а наполовину индейка, наполовину папу ее белый, дедушка ее белый плантатор, но это не имеет значения, она выглядит как черная, темная, она женщина, она боевая, она, так сказать, обвинитель, она, так сказать, бросается в бой в любой момент, такая наглая, совершенно не слушающая никого, им казалось, что вот выпустите ее против Трампа, и она, значит, вот Трампа растопчет, поэтому, значит, они за нее держались, голосовали, на первых дебатах она вылезла вперед, вылетела наверх, и, значит, просто полный восторг у демократов, которые единственное, что ее волнует, это как сбросить Трампа, как будет жить страна потом, их, честно говоря, волнует меньше значительно. Вот, значит, на вторых дебатах, я думаю, что по договоренности между Байденом и представительницей Гавайев, которая тоже была на сцене, произошло следующее, значит, Камалу атаковали саму, причем зачли ее не просто какие-то слова там общие, или красивый рассказ, как она дала, о том, что она там маленькая девочка, которая ездила на автобусах в сегрегационные, или наоборот, не в сегрегационные школы, которые Байден не поддерживал от автобуса, она там сидела, страдала, у всех, так сказать, в заму дыхания сперла, Байден не нашелся, что ответить, он полетел, значит, вниз немножко, она полетела наверх. Ну, значит, после того, как в нее с действительными фактами из ее жизни, о том, что она проделывала, когда была генеральным прокурором, так сказать, в Калифорнии, были представлены народы, народ от нее отвалил. И куда же было им пойти? И вот, значит, похоже, что весь этот народ, который, значит, сначала голосовал за нее, которому указало, что она может разгромить Трампа, они перебросились к Эрис Битворен, и поэтому она взлетела на второе место, обогнав, значит, всех остальных, то есть Камала Харрис пошла вниз, остался на том же месте Берни Сэндерс, а она рванула наверх, и сейчас она, я уже сказал, так очень лидирующий второй кандидат. Она, безусловно, очень умна, она, безусловно, очень хитрая, она, безусловно, очень политически подкована. Вот у нее есть пару мелких проблем, которые, так сказать, демократам, с которыми, если она окажется их представителем, значит, за борьбу, в борьбе за белый дом, им придется решать. Проблема номер один. Она немножко врала, чуть-чуть совсем врала при поступлении в университет, написала, что она идианка, то есть она попала в меньшинство. Ее, значит, по этому поводу быстро брили. Хороший университет. Потом, значит, когда она закончила университет, она продолжала врать, что она идианка. Вполне возможно, что она и получала стипендии по этому поводу. Значит, и ее оставили преподавать. Думаю, что в основном, потому что они потом тут же начали писать на своих веб-сайтах, там, везде, что среди наших преподавателей есть, значит, представитель вот натурального населения Америки, значит, индиец. Не индиец из Индии, индиец отсюда. А, значит, как только Трамп начал по этому поводу копать и говорить, что она такая же, значит, индианка или индейка, я не знаю, как, извиняюсь, как точнее сказать, Native American, то, значит, она начала отбиваться, помчалась сдавать анализ крови на, значит, выяснение, какие у нее корни, и выяснилось, что у нее меньше, чем одна, там, десятитысячная процента в крови, возможно, значит, пришла от Native Americans. То есть, у любого другого человека, который родился в Германии и никогда здесь не было и прочее, а может быть, больше этого процента, чем у нее. То есть, выяснилось, что она абсолютно врет, причем использовала это нагло для того, чтобы ей дали, а не кому-то другому, кто, может быть, имел на это больше права. Вот, и место в университете, и место в преподавательстве, и тому подобное. Теперь, второй момент, проблемчик у нее есть. Она, значит, ратует за то, чтобы создать здесь Medicare для всех. Medicare – это система, вы знаете, люди всю жизнь платили, а потом, когда они ушли на пенсию, их, за то, что они платили, вот на эти деньги, деньги давно украли, на государство, но не важно, государство обязалось, что оно будет их, что называется, поддерживать за то, что они давали государству деньги. А, значит, если распространить то же самое, значит, на Medicare for all, они ее называют, то есть, Medicare для всех, на всю население Соединенных Штатов Америки, ну, и она еще ратует за то, чтобы включить туда нелегальных иммигрантов, которых она называет просто люди без документов. Почему они нелегальные? Люди без документов. А у них нет документов, что их поэтому лечить не надо. Значит, то уже подсчитано, что если отобрать все деньги у всех, значит, миллиардеров мира, то, значит, не хватит даже на пять лет на эту программу, которую она предлагает. То есть, иными словами, отбирать будут много, и отбирать будут не то, как она говорит, у очень богатых, а очень богатыми будут считаться те, которые вот просто имеют автомобиль и, что называется, телевизор дома. Они уже будут очень богатыми по сравнению с людьми, которые живут в Рио-де-Жанейро в Канавах. Они очень богатые, действительно. Вот. Третья проблема, которая у нее есть, то как она может объяснить американскому населению, что она хочет полностью открыть наши границы? Она и так не называет. Она просто говорит, не надо наказывать тех, кто приходит. Вот. Ну вот, а поймали, ну как же мы можем держать? Их они же несчастные, у них дети, люди, та-та-та-та. То есть, ломить не надо. Но если поймали случайно, то держать не надо. Но это не политика открытых границ. Вот эти вот три вещи, у нее еще есть там два десятка проблем. Она там поддерживает аборт и буквально за минуту до того, как ребенок родился, она поддерживает, что его укололи, и он вылез бы уже, извиняюсь, мертвым. Вот. А если он, не дай бог, вылез живым, то подождать, отложить в сторону и не давать никакой помощи, и подождать, чтобы сам умер. Хорошая программа вообще для американцев. Потому что она проканает в Сан-Франциско, в половине Лос-Анджелеса, в Сиэтле, в Массачусетсе, может быть, некие товарищи из Чикаго даже ее поддерживают. Но в основном, кто же нормальный американец, какой будет, если Трамп начнет представлять того человека, который будет выбран вот с этой программой, то каким образом они думают, что американцы могут за это голосовать, меняется, что она ошарашивает. То есть, вот если правильно составить, даже не так, как я, я просто кусочки вытащил, если правильно осветить программу демократов, а кто же за них пойдет голосовать? Потому что вся их программа построена на том, а давайте выкинем Трампа, он такой плохой, такой расист, такой шевинист, такой сексист, такой еще там, забыл уже, что он такой, да, исламофоб, я не знаю там, что он еще. Вообще плохой человек, кроме того, у него желтые волосы. А раз у него желтые волосы, надо его выкинуть, а потом будем думать, как мы будем жить, потому что вот мы Трампа выкинем. Вот приблизительно программа, которая сегодня есть у демократов. Ну, на самом деле, похоже, что, во-первых, так, все кандидаты практически, ну, те, кто находится в верхних строчках избирательной кампании, поддерживают Green New Deal, все поддерживают Medicare для всех, все поддерживают бесплатную медицину для нелегалов. Heritage Foundation провело исследование и пришли к выводу, ну, то есть, есть данные такие, что если конфисковать, забирать 100% облагать налогом, забирать все деньги, заработанные у тех, кто получает 200 тысяч и больше, вот то, что вы сказали, то есть, там, как бы, немножко даже уточняется, что вот те, кто получает 200 тысяч и более, если вот свыше этих денег забирать у них все, то этого тоже не хватит, чтобы оплатить даже половину тех, вот, хотя бы две программы, это New Green Deal и Medicare для всех. Ну, новое зеленое, вот это вот, дел, не знаю, как сказать, да, вообще, по своей точке зрения, невозможно ни оплатить, ни провести в жизнь, это просто закрыть на переучет Соединенных Штатов Америки и ждать, а вдруг, так сказать, мы изобретем что-то такое, что у нас, там, так сказать, энергию прямо получать из солнечных лучей прямо в тело и летать. Совершенно верно. Если, так сказать, такое не изобретем, то, ну, просто на переучет, закрыть на свидание, все закрыли, лавочку больше нет Соединенных Штатов Америки, нет страны, мы не ездим на автомобилях, не летаем на самолетах, не отапливаем дома, не включаем кондиционеры, не едим мясо, потому что коровы должны быть уничтожены, потому что, так сказать, они атмосферу загрязняют метаном. Ну, и т.д., и т.п. написали красивую сказку о том, что вот мир, вот такой может быть мир, и к нему надо стремиться, и сейчас давайте мелкими шагами будем идти в эту сторону, чтобы там через 200-300 лет с помощью новых технологий и того всего достичь вот такого идеального существования. Ну, было бы прекрасно, но они же говорят, давайте прямо сейчас, потому что если через 12 лет, там уже 11,5 лет, после того, как это пройдет, это время, все, будет поздно, даже если мы начнем все это делать, уже через 12 лет будет поздно, мы пройдем точку невозврата. Я лично слышал в 2000-м году, как на CNN тогдашний их хозяин выступал и сказал в интервью, что если мы сейчас вот всю секунду не прекратим и все это самое, что предлагают сейчас Green New Deal не будем делать, то в 2005-м году земля сварится, как крутое яйцо. Это я слышал своими ушами. Да, помню такое. Есть такая хорошая шутка в соцсетях, там приводится высказывание о Кассии-Кортес, о том, что через 12 лет земля накроется медным тазом, на что Элгор говорит, вот именно, я об этом уже 30 лет говорю. Ровно через 5 лет, ровно через 10 лет, все. А потом вот так, вот как горизонт, да, вот пошел к горизонту, приближаешь, ты приближаешь, а он все время от тебя убегает, вот какой нехороший. Бывший руководитель аппарата Акасии-Кортес, а почему бывший, потому что, похоже, их там поймали за руку, они вот эти деньги компании избирательной там рассовали по счетам, по частным, по разным, в общем, воровали деньги, одним словом, поэтому он бывший. Так он как бы признался, что New Green Deal не имеет никакого отношения к борьбе с изменением климата, на самом деле направлен на то, чтобы изменить экономическое устройство страны, и другими словами, сменить капиталистическую систему, изменить на социалистическую. И вы знаете, все бы это было понятно, я бы понял, что люди, которые там, скажем, у нас живут на САУ-сайте, там на ВЭС-сайте, которые из поколения в поколение не работают, живут за счет федеральных, там штатных, разных программ, в общем, одним словом, за счет налогоплательщика, необразованные, темные, так сказать, могут поддержать, голосовать, не вникая в детали и не имея возможности вникнуть и способности понять, о чем идет речь. Но когда некоторые образованные люди, которые учились в колледжах, а сейчас работают, вот есть тут у нас одна девушка, да не одна, собственно, таких много, и вот они голосуют за Барни Сэндерса, за эти идеи утопические, на полном серьезе, при этом поскуливают, потому что у нас тут налоги на прапорте очень высокие, они так потихонечку между собой скулят, мол, налоги высокие, а когда начинаешь спрашивать, а вы не задавались мыслью вообще, почему налоги высокие, может быть, надо не тех людей избирать в законодательное собрание, в губернаторы, но от этого разговора они сразу уходят. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте, вы знаете, все весь познается в сравнении, поэтому вот то, что собираются сделать демократы, начал, ну не начал, а в общем-то во многом продвинул Обама. Так вот я бы хотела узнать вот от вас, например, что же хорошего, так сказать, чем он прославился, так сказать, в свое, правление за 8 лет. Вот я помню только Обама Кер, который он обещал, на 2500 меньше будет платить семья. На самом деле стали платить от 2 до 2, до 4 раз больше. Я лично плачу 4 раза больше, чем я платила раньше. Теперь туалеты и души общие для девочек и мальчиков, которые считают себя девочками, или Иран. А далее, значит, Ирану деньги, миллиарды, которые тот потратил на поддержку терроризма везде в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и так далее. Ну и так далее. Так что же, за что же голосуют те, которым нравятся демократы? Потому что сейчас демократы вообще еще и выше подпрыгнули, чем Барак Обама. Спасибо большое. Ну, значит, давайте побудем все-таки объективными. Мне Барак Обама шибко не нравился и продолжает не нравиться. Но если вы посмотрите на... Вот пришел Барак Обама и начал быть руководителем этого государства. Смотрите на кривую, скажем, рабу. В течение полутора или двух лет после его избрания у нас все меньше и меньше и меньше уменьшалось количество работ. А потом, значит, был переломный момент и у нас начала экономика улучшаться. Она улучшалась очень медленно, медленнее, чем хотелось. Там, не превышала полутора процентов в год и тому подобное. Но если вы посмотрите, что называется, по кривой, то, значит, во времена Обамы было доведено количество безработицы, ну, если не ошибаюсь, меньше, чем 6%. Правильно? Значит, то есть это уже положительный момент. Я могу назвать 20-30 человек рядом, но это уже положительный момент. Теперь, ну, скажем так, во времена Барака Обамы были хорошо натренированы отряды Антифы и целый ряд других отрядов для того, чтобы избивать мирных граждан. Это тоже положительный момент. Правильно? Полиция была приведена в то состояние, при котором их открыто ненавидели и продолжают уже сейчас ненавидеть не только, так сказать, воры и бандиты, которые должны были их ненавидеть, а огромное количество как бы нормальных людей, которых Барак Обама и его люди уговорили, что полиция это жуткое зло, чуть ли не больше зло, чем, значит, люди, которые совершают преступления. Но при Бараке Обаме вывезли из страны большее количество нелегалов, чем вывезли при каком-либо дониму другом президента Соединенных Штатов Америки. Так что оно очень сложно, нету оценки по всем плохой или по всем хорошей. Обама в сухом остатке был плохой президент, с моей точки зрения. При нем проросло очень много плохих вещей Соединенных Штатов Америки с моралью, с экономикой, с внешними отношениями и того подобное. Но какие-то вещи были и положительные, поэтому если сконцентрироваться только на положительных вещах, то у демократов есть возможность говорить друг другу и нам, что вот смотрите, вот это хорошо было, и вот это было хорошо, и вот это хорошо. И требовать, чтобы, так сказать, вот Байден, представитель вот этой самой вот двойки, он, конечно, не играл никакой роли в правительстве, естественно, и у него, так сказать, похожа очень запачкана физиономия в всяких делах финансовых, махинациях, связанных как с Китаем, так и с Украиной. Но, так сказать, вот он говорит, я представляю вот эту политику и огромное количество людей говорит, мы обожаем демократов, мы обожаем Барака Обаму, и мы, значит, поэтому будем за тебя голосовать. Давайте прием, звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос Леону, если он в курсе. Вот я тут слышала такую новость, что Трамп хочет купить Гренландию. И, как бы, многие СМИ так подхихикивают над этим. Вот меня интересует, а, собственно, чем она так важна для Америки, зачем Трамп хочет, ну, как бы, купить ее. Спасибо. Ну, понятно. А, ну, значит, сначала разберемся, серьезно, хочет купить или нет. Но я думаю, что мысль такая пришла ему в голову, тем более, что в истории Америки дважды Америка уже предлагала Дании, так сказать, формально принадлежит Дании, предлагала Дании достаточно серьезные деньги. По-моему, в 46-м году им предложили 100 миллионов долларов. Это, наверное, как, я не знаю, там, там, может, там, не знаю, 50 миллиардов сейчас. Не могу даже, не думаю. Не знаю. То есть попытки уже были, и поэтому Трамп, наверное, когда они что-то обсуждали, скажем, то, что я через минуту скажу, то Трамп сказал, «Зай, а проверьте, а может, действительно можно купить? Может, они сейчас согласятся?» Значит, это не то, что такой серьезный план, я думаю, это просто, так сказать, один из вариантов. Почему она интересна нам? Есть три пункта. Пункт номер один. В Ирландии полно всяких полезных ископаемых. Их очень сложно было доставать, потому что лед, условия тяжелые и прочее. А так как сейчас у нас такая фаза потепления идет, это не означает, что человек оказал большое влияние. 400 лет тому назад было значительно теплее в мире, чем сейчас. Потом стало холоднее, сейчас снова стоит теплее. И вот стало теплее, там на полградус, градус, не знаю, льды начали подтаять, и там значительно меньше льда, и значительно легче будет через какое-то время доставать, так сказать, эти ископаемые. То есть, ископаемые номер один. Номер два. А Гренландия, из-за того, что Китай очень серьезно пытается там обосноваться и ставит огромное количество метеорологических якобы станций, и мы знаем, что они военные тоже, в районах полюсов, то мы хотим иметь там значительно больше присутствия, чем имеем сейчас, и возможность реагировать на любые китайские штучки, которые, если они будут делаться. И номер три. И, наверное, это самое важное. Из-за того, что подтаивают льды, повышается уровень чуть-чуть океана, и, кроме того, льда становится меньше, то судоходство, которое было чрезвычайно затруднено, и ледоколов по большому счету в Америке нет, у России много ледоколов, у Америки нет, есть, но они, так сказать, и не мощные, и работают так. Значит, там сразу же этот регион станет очень важным для мирового судоходства, потому что всегда его обходили и делали значительно больше километража, чем если проходить куда-то через там, но это сократит, а морские пути надо защищать. Поэтому, во-первых, мы хотим быть там, во-вторых, мы хотим прокладывать, что называется, эти морские пути, и, в-третьих, мы хотим 100% знать, что происходит вокруг у наших потенциальных врагов, то есть Россия и Китай. Леон, давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся к беседе с Леоном Вайнштейном. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте, наверное, пообщаемся с нашими радиослушателями. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Леон, как ваше мнение, с какой целью вытащили Делай Эпштейн? Спасибо. С какой... А можно повторить вопрос? С какой целью что? Вытащили Делай Эпштейн. А вытащили Делай Эпштейн. Вытащили. Ну да, но как бы было дело, его осудили, он там даже сидел в тюрьме, прошло уже много лет, и вот опять это дело всплыло. А, ну, было просто обращение в суд от потерпевшей. Ответ простой. Хотя, может быть, за этим что-то еще есть. Но это уже догадки. Я не знаю, но мы можем только спекулировать, а я, честно говоря, не очень хочу. Я хочу, если я знаю какие-то факты, я скажу, я могу сказать, что я по этому поводу думаю или может быть. А тут у меня никаких нет фактов. Добрый день, пожалуйста, Филик. Добрый день, Борис. У меня такой вопрос. Что слышно с претензиями Нью-Йоркского прокурора по налоговым декларациям Трампа? И второе. Есть ли какая-то подвижка с движением трафиком на границе с Мексикой? Спасибо, буду слушать. Ну, начну с второго вопроса. Он быстрее, легче. Значит, есть снижение, я не помню, на какой процент, но где-то, по-моему, процентов 20, а может 30, в основном из-за того, что мексиканцы перекрыли кое-какие дороги и там стоит, если не ошибаюсь, 16 тысяч. Обещали 4 тысячи поставить солдат на южную границу Мексики, а в финале разместили 16, чтобы не дать людям просачиваться, потому что они просачивались, что понизило серьезно количество приходящих, но по-настоящему, конечно, проблема эта не решена, и она может быть решена только несколькими мерами, которые можно назвать так. Пакет, пакет, который должен состоять из того, что на границе будет построено что-то, что будет сдерживать людей и даст возможность пограничникам приезжать, пока они пытаются преодолеть этот барьер. Второе, это у нас будут законы, которые будут позволять не так обращаться с ними как-то нормально, чтобы пограничники знали, что им можно делать. А третье, это ввести систему, которая называется E-Verify, а именно чтобы каждый человек, который нанимал на работу другого человека, обязан был бы залезть в компьютер, проверить документы этого человека и выяснить, что он имеет право на работу в США. А если ты, наняв кого-то, этого не сделал, я имею в виду производство, я не имею в виду поехать к Home Depot и взять двух человек на 4 часа. Теоретически тоже надо, но практически понятно, что никто этого делать не будет. Но когда ты принимаешь на какую-то постоянную работу, даже месяц, два, три, как угодно, нужно это проверить. Если тебя понимали о том, что не проверил, ты платишь очень большой штраф. Тогда эти три меры вместе действительно серьезно понизят то количество людей, которые к нам приходят, а во-вторых, естественно уменьшат то количество людей, которые сидят здесь, потому что если им не будет работы, они уйдут обратно. Это понятно всем, я надеюсь. Ну а каких-то людей плюс надо решить, если мы эти все меры примем, нужно будет тогда решить, а кому же собственно мы на каких основаниях будем оставлять здесь. Может быть с другим типом документов, может с временными визами, может какая-то рабочая виза, может что-то еще, может разрешение на работу здесь, но без права стать гражданином, я не знаю, это есть много в разных вариантах, в разных странах они разыгрываются и спокойно могут разыграться здесь, здесь это не происходит исключительно, потому что есть огромное количество работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы им приходила дешевая рабочая сила и к ним все равно про все остальное. А соответственно в партиях, как у демократов, так у республиканцев есть достаточное количество конгрессменов и сенаторов, которые получают деньги от этих людей. Сережа, я покрыл первый вопрос? Да. Ответил, да? Ну, давай сформулируем второй вопрос, давай сформулируем первый вопрос, чтобы точно знать, как на него отвечать. Налоговая декларация Трампа. Нигде не написано в Конституции Соединенных Штатов Америки, что кандидат должен показывать что-то, кроме того, что ему больше 35 лет, что он гражданин США, я сейчас не помню, и по-моему умственно, а может даже умственно не надо показывать, что он... По-моему, все в Конституции, да? Да. Поэтому требование показать налоги или декларации или все, что угодно, Трамп, кстати, показал суммарную то, что АРС дает ему как подтверждение того, что он заплатил, не заплатил, и прочее. Они требуют не это, они требуют не суть того, что он все в порядке у него с законом, Они требуют, чтобы он показал все, что называется, все внутри, чтобы можно было развинтить, повинтиковый, чтобы можно было хвататься за каждой и обливать ему грязью, мол, а вдруг оно, что называется, к нему прилипнет. Все прекрасно понимают, что это чисто политическое дело. Калифорния приняла калифорнийский закон о том, что она не будет регистрировать никаких кандидатов в президенты или там не знаю, куда еще, в сенат может быть, если они не представят своих налогов за последние 10 лет, я уж не помню точно сколько. Как только это будет подписано нашим губернатором, то это сразу же естественно кто-то подаст в суд из тех же республиканцев, которые просто здесь будут собираются баллотироваться. И естественно, что суд не самый первый гнусный политический продажный, то уж следующий суд апелляционный точно это отметит, потому что никакого отношения это к федеральному закону не имеет и не может решить штат один как ему участвовать в голосовании, не как участвовать, а значит кого допускать, кого не допускать, если это не написано в конституции страны, федеральной конституции. Так что я не знаю, что они там пытаются делать. Ну пытаются, но Трамп говорил не покажу. Почему не покажу? А потому что у меня там одет. А одет, то есть проверки, у него 1500 разных предприятий и по-моему еще полторы тысячи других источников дохода. На какой-то из них всегда что-то проверяют. Поэтому он всегда будет, всю жизнь будет в проверках, а пока проверка не закончится, а пока она закончится, начинается 24 других проверки. Что они смогут заставить, ли они смогут кого-то показать? Ну Трамп будет сражаться, чтобы не делать этого. Дело ведь не в том, ведь всем понятно, что АРС выдавала, проверяла все, выдавала срывы заключения и тому подобное. Они не собираются проверять АРС. Все, что они хотят, это найти какие-то зацепки, чтобы кричать, а он там расист, или он там гомофоб, или он там, я не знаю кто еще. Так что, я не думаю, что это все серьезно. Давайте примем следующий звонок. Не дождался. 847-400-5200. Телефон нашей студии, перезвоните. Вот интересно, давайте примем звонки. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Леон, извините, что я опять говорю о том, что мы когда-то давно очень много говорили, но ведь Обама даже не доказал, что он гражданин. Тот сертификат рождения, который он показал, даже был полноценный фейк. То есть, ну, фальшивка. Мы сейчас что об этом будем говорить? Ну, оно уже как бы прошло, проехало и не имеет смысла. Давайте другой звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Любое преступление порождает, скрытое преступление порождает новое преступление. Вы, Леон, я за вами уже слежу много времени, но с тех пор, как вы уехали в Грузию в прошлом году, вы перед тем, как уехать, сообщили нам в своем видео в Фейсбуке о том, что подкомитет Конгресса ведет расследование по поводу деятельности госсекретаря Хиллари Клинтона о том, что она там связана с ее расследованием по поводу имейлов и урановой сделки и так далее. Но вы вернулись, прошло уже почти год, мы ничего об этом не узнали, Конгресс наменялся, и мы теперь уже вся надежда на нашего генпрокурора Бара, но он, к сожалению, тоже оправдал, я так думаю, коми, директора ФСБ, и что мы должны ожидать от нашего генпрокурора, или будет ВОЗ и напоминание там. Спасибо. Ну, начнем с первой части, да? То, что велись расследования, не означает, что нашли. Теперь вы можете сказать, как не нашли? Нашли то, что она уничтожила имейлы, нашли вот это, нашли то. По закону Америки нельзя два раза судить за одно и то же. Ее уже один раз за это судили. И, вернее, так сказать, было расследование и признали, что там нету ничего такого, за что нужно судить. Теперь, если не выяснится каких-то дополнительных, серьезных, материально меняющих ситуацию, материальных, это не значит материально по-русски, событий, то есть, они не откроются какие-то вещи, которые бы резко добавили к этой картине что-то, то пока их нет, никто не может вскрыть это дело, оно как бы уже было начато и завершено. Означает это, что либо не могут найти ничего дополнительного, либо второе скрывают это до лучших времен. А теперь насчет Бара и Коми. Он не оправдал его. Нет, это как-то странно очень, я даже не знаю, как Фокса представлял, но другие средства массовой информации представили это каким-то образом очень странно. Все, что было обращение от генерального инспектора Горовинца, так называемое криминальное обращение, то есть, он передал документы, говоря, вот этот человек с моей точки зрения совершил вот это преступление. Это не означает, что он совершил. Это означает, что есть подозрение предполагать, что это преступление. Вы разбираетесь. Значит, реакция Бара была следующая. После того, как они изучили это дело, они решили не давать ему пока ход, потому что там не было сто процентов картины, сто процентов с точки зрения Бара, того, что Коми, придя в суд, от него не отбояльница. Больше всего, чего они не хотят, это пойти один раз в суд, поднимать всю эту самую и уйти из суда, когда судья говорит, «Ребята, вы мне не доказали, что было А, Б, В, Г, за что нужно таким-то образом доказывать». Все, что я понимаю, сейчас происходит, это Горбин собирают дополнительные материалы, собираются дополнительные материалы и другие исследования. И когда все это окажется вместе, то есть из трех источников сойдется к Бару обратно, тогда его, те несколько человек, юристы, которые занимаются как его консультанты этим делом, будут смотреть на кого есть материалы, сколько этих материалов есть и тогда комплексно, если что-то будет, подадут на Коми. Никто не хочет подавать один раз, что называется, быть осмеянным, Коми сядет на белого коня, уедет оттуда победителем, потом будет очень сложно второй раз его тащить в суд. Ну вот опубликовали заявление суд медэксперта Нью-Йорка о том, что все-таки Эпштейн покончил жизнь самоубийством, то есть все, для всяких спекуляций простора не осталось. Это одно, а второе, вы помните трагедия, которая на наших глазах разворачивалась вчера, если не ошибаюсь, целый вечер, когда в Филадельфии наркобарон отстрелился, забаррикадировался, были заложники, шесть офицеров полиции были ранены и показали, как соседи этого нейборхуда, их отношение к полицейским, там они над ними, они в их адрес выкрикивали разные непристойности, швырялись в них и так далее, чем попало и так далее. Так вот, есть сообщение о том, что они готовят протестную акцию в поддержку этого наркобарона, его зовут Мауриси Хилл, если я не ошибаюсь. Я очень надеюсь, что все те, кто собираются быть представителями демократической партии на выборах против президента туда придут. Да, ну и ожидается, что где-то порядка 200-300 человек выйдут на это протестное движение. Вообще удивительная вещь, да? Это вот как раз результат деятельности предыдущей администрации. Вот такое отношение к полиции. Что происходит в Нью-Йорке просто ужасно. Вот я не знаю, если бы я был полицейским там, я не знаю, как я бы реагировал, но смотреть на это, это просто слезы наворачиваются. Когда подонки подбегают к полицейским и выливают им ведро воды на голову, а полицейский идет спокойно и не реагирует. Он знает, что не дай бог хоть что-то сделает. У него мэр такой сукин сын, что он его засудит, лишит пенсии, выгодит с работы, оставит его детей без денег. Ну, такие же сукины дети у нас в нашем штате. Они каждый раз придумывают какие-то новые правила, которые усложняют работу полицейских. В частности, полицейский должен отчитаться не только в том случае, когда он выстрелил в преступника или в подозреваемого, который угрожал там жизни ему или кому-то, а теперь полицейский должен отписаться, даже в том случае, если он просто вынул из кобуры пистолет. Вот вынул из кобуры пистолет и должен написать кучу бумаг, почему он это сделал, для чего он это сделал и так далее, и так далее. И как результат ежедневные убийства в Чикаго. Это стало нормой жизни. И кто сможет, ну, а при этом политики заявляют о том, что необходимо ужесточить законы о контроле над оружием. Не контроли над бандитами, которые стреляют ежедневно, а контроль над пистолетом, который лежит у меня там за поясом. Вот над моим пистолетом нужно выпустить еще один закон, чтобы иметь возможность либо лишить меня права носить оружие, либо лишить меня права владеть оружием, либо лишить потенциальных, так сказать, законопослушных граждан на владение оружием. не с бандитами война идет, не с бандитами, не с убийствами, а идет война против, как я говорю, национальной стрелковой ассоциации. Единственная цель демократов, все эти законы направлены на одно. Они не могут внести поправку в конституцию законным путем, ну, просто не могут, потому что сложная процедура, но отщипнуть от наших прав по кусочку, каждый раз, каждым своим законом они отщипывают. И всем понятно, даже демократам наверное понятно, ну, за исключением некоторых идиотов, что для бандитов закон не писан. Этим законом будут подчиняться законопослушные граждане, которые и так не представляют никакой опасности и угрозы для общества. А бандиты наплевали на законы. Сережа, ну, есть более или менее рациональный какой-то подход к этому делу. Например, я не могу купить танк, правильно? Я не могу купить ракету баллистическую. Я думаю, что не будут все счастливы, если я куплю полкило какого-нибудь газоциклона. То есть, уже существует просто оружие, уже не работает слово. Значит, оружие есть разное. Я бы не хотел, наверное, не хотел бы, чтобы можно было нормально покупать какой-нибудь там, я не знаю, гаубицу, как бы, мне кажется, что это не очень хорошо, чтобы кто-то заканчивал лен. Хотя на самом деле есть люди, у которых есть и танки, и гаубицы, есть коллекторы, которые, ну, коллекционеры, которые собирают оружие, и в частном владении есть вот те виды оружия, но за исключением ракет. Есть танки, есть гаубицы, но я не думаю, что они тоже представляют какую-то угрозу. Атомной бомбы у них нету, 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 да, согласен. Мы каким-то образом ограничиваем это дело. Дело ведь не в том, чтобы мы сопротивлялись армии. Понятно, что если, так сказать, армия, либо полиция пойдет штурмовать наш дом, то даже если у меня дома стоит пулемет, то я его не удержу, верно. Значит, разговор идет не об этом, разговор идет о том, чтобы, я сейчас не говорю об охоте, хорошо, я говорю о праве человека на защиту. Так вот, право человека на защиту, оно, мне достаточно иметь, я не знаю, пистолет, ружье, нож, я не знаю, что-то еще, а мне не нужно, как я уже сказал, атомную бомбу или химическое оружие. То есть, что-то такое должно быть прописано в законе, хотя, вот как бы, если читать прямо второе право Конституции, я с ней невероятно согласен, то можно сказать, а почему нельзя атомную бомбу дома держать. Но, тем не менее, мы не разрешаем этого дела. То есть, что-то такое меняется в мире и из-за этого надо что-то менять в нашем отношении. не знаю, я бы, если бы узнал, что у моего соседа дома есть химическое или там бактериологическое оружие, то я бы тут же помчался в полицию. Правильно? Тут же, моментально. Вы знаете, когда вы сказали о том, что пойдет армия или полиция, сегодня, кстати, мы вспоминали этот случай, когда Гарри Рид попытался оттяпать для своего сына, для его компании, там кусок земли в Аризоне. И вы помните это противостояние между фермерами и представителями ленд-менеджмент вооруженного отряда. И я вам скажу, вот благодаря второй поправке Конституции им удалось отстоять свои права, то есть собралась группа граждан вооруженных с винтовками и пришли эти, так сказать, рейнджеры, которые работают в этом ленд-менеджменте и, так сказать, противостояли друг другу и на этом... Очень хорошо, прекрасно. Это в мою концепцию абсолютно вписывается. Но, я говорю о том, что если бы этим рейнджерам был приказ, приказ был атаковать, да, то, извиняюсь, так сказать, группа граждан не удержалась бы, да? Подошли бы танки, подошли бы там гаубицы, подошло бы удариво, нужно быть чем-то более серьезным и разметали. То есть, мы сейчас это оружие держим не совсем для того, для чего держали его 200 лет тому назад, когда оно было... Такое же оружие было у тех, кто нападал, и такое же у тех, кто защищался. Поэтому это была равновесие, да? Сегодня, ну, совершенно другое. Пустили усыпляющий газ, мы все уснули в доме, они вошли спокойно, никакого оружия не потребовалось. Как-то, скажем, сделали в России, где ухакушали огромное количество людей во время... Паш, помните, с чеченцами вся эта история была странная, невероятная, и очень похоже, что все это было вообще подстава. Но неважно. Поэтому, что-то, что-то все-таки нельзя вот давать людям возможность покупать все, что угодно. Правильно? У нас существуют довольно строгие законы. В частности, автоматическое оружие можно приобрести только при наличии специальной лицензии. В широкой продаже я не могу пойти и купить автоматическое оружие. Вы не можете пойти и купить автоматическое оружие. Оно запрещено только при наличии специальной лицензии. Дилер может там позволить себе купить. Вот. Так что, в принципе, ограничения существуют, если они разумные. Но все, что пытаются предложить демократы, не имеет, еще раз говорю не имеет ничего общего с борьбой с преступностью истерика просто истерика и все дочка младшая сказала когда узнала что пистолет лежит я не отправлю своего сына к тебе не дай бог что ли нет я не отправлю человека моего сына в дом в котором лежит пистолет уговорил что не лежит так что ребенок подойдет найдет его за найдет патрута лежат среди то вместе с ними а то есть первая реакция школах и университета как научили этого а с другой стороны либо другая чисто политические акции для того чтобы я не думаю что кто-то из них думает сейчас о том что отнять оружие людей чтобы их легче было арестовывать но это мысль тут же придет в голову когда абсолютно ли он к сожалению времени больше не осталось на похоже это тема вызвала особый интерес у нас сразу загорелись все линии поэтому возможно вернемся к этой теме спасибо огромное до свидания